Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 10 августа 2022 года. Местное время 17 часов 15 минут, Киевское и Московское 18 часов 15 минут. Я, доктор Жорж Горбатов, продолжаю чтение глав из оригинального труда врача Юрия Аркадьевича Васильева, глава пятая этой работы, под названием «Очерки физиологии духа. Опыт объективной трактовки душевных явлений» с предисловием профессора В.П. Осипова, книгоиздательство «Сеятель», Петроград, 1923 год, тираж книги, 3000 экземпляров. Значит, в данном аудиовидео-отрезке я зачитаю вам главу пятую. Она озаглавлена «Религиозное чувство с точки зрения гипотезы гармонии». Вот под глава первая этой большой главы «Необоснованность теории Фройда». Что же это? Неужели религиозное чувство в самых высших своих проявлениях обязательно должно заключать в себе физическую половую реакцию? И неужели именно этим ценен экстаз для переживающего его индивида? Мне кажется, что даже в том случае, если первое утверждение соответствует действительности, то такое заключение из него было бы далеко неправильно. Как неправильно? Фройдовское сведение всей бессознательной деятельности к половым представлениям только на том основании, что откуда бы он не пошел со своим анализом, его пациенты в конце концов доходят до ощущений, связанных с полом, и начинают чувствовать к лечащему их врачу половое чувство. Даже не применяя гипотезу гармонии, мы имели бы здесь только распространение возбуждения на половой центр, вполне естественное при общем возбуждении, наступающем во время отреагирования. Приложив же нашу гипотезу, мы получим еще более ясную картину. Фрейду, считающему, что все неврозы происходят от половых представлений, пришло столкнуться с явлением невроза у детей и вести понятие так называемого аутоэрротизма, полового возбуждения, вызываемого от ощущений идущих из нас самих, из тела ребенка. Первой такой сладострастной реакцией является сосание, однако с точки зрения гармонии он глубоко не прав. Вряд ли интерстициальная половая железа даже и функционирует у новорожденного. Интересно было бы сделать ряд опытов с кастрацией молодых животных, наблюдая, когда именно она начинает вызывать задержку развития. Мы имеем здесь вовсе не аутоэротизм, а просто ярко выраженные плюсы-минус гармонические реакции организма, вовсе без обязательного возбуждения крестцовой части автономной системы. У ребенка имеется при кормлении, а затем при виде матери рефлекс на положительные железы внутренней секреции, выделение гормонов, которые действуют на симпатическую нервную систему и оживляет, тонизирует ребенка, заставляет его при виде матери улыбаться, расцветать. Матери говорят в этом случае, что он узнал, понимает, а покушав, он вследствие возбуждения автономной системы делается багрово-красным и сладострастно по Фройду чмокает губами. Точно так же истерички Фройда, пережив и переживая, прилив радости вследствие выработанного на врача после отреагирования рефлекса на плюс гармонию, несомненно вызывают этим повышение возбудимости их нервной системы. Это облегчает наступление половой реакции, ваготонии, от раздражения, идущих со вторичных половых признаков врача, и получается влюбление. Ну, сейчас бы сказали влюбленность. Вторая подголова этой большой главы под названием «Религиозное чувство с точки зрения гипотезы гармонии». Она называется «Вагатания экстаза». То же самое надо сказать и об экстазе. Мы только что отметили, как по мере возрастания его к чувству отвлеченного восторга все больше и больше примешиваются струи чисто физической половой реакции. Недаром ведь святая Тереза, девица, несомненно, никогда не жившая половой жизни, иначе она была бы осторожнее в своих описаниях, видит ангела, последовательно пронзающая ее копьем и вынимающего его обратно, и издает тихие стоны, впадая в забытие. Но наступление половых ощущений, а во многих случаях вероятно и половой реакции, является здесь естественным последствием самого строения религиозного экстаза. Экстаз – ведь это есть аффект с ярким преобладанием симпатикотонии, плюс гармонической реакции. Но как аффект, он должен иметь в себе и минус гармоническую сторону, и чтобы достичь его вообще, человек должен поставить себя в условиях парфеновской реакции. По-видимому, тайна благодатного действия, таинство Евхаристии, таинство Евхаристии также заключается в чередовании резко отрицательной реакции от мысли об еде человеческих мяса и крови и положительной от привычных раздражителей хлеба и вина. Чередование здесь должно быть неминуемо, ведь даже смотря на двойной рисунок или загадочную картинку, мы имеем постоянное исчезновение и появление вновь каждого из двух изображений. И церковь прекрасно понимает это, напоминая молящимся и причащающимся со страхом Божиим и верою приступите, то есть приступайте, имея на готовые реакции и минус гармоническую страх, и плюс гармоническую веру в искупление, и получите парфеновскую экстаз. Наличность парфеновская особенно хорошо выступает в нередко имеющей место боязни выхода со святыми дарами, встречающиеся у русских священников. При этом они испытывают волнение, у них усиливается сердцебиение, в висках начинает стучать, и, объясняя это страхом выронить чашу, они вынуждены, бывает, лечиться от него, и иногда совершенно лишаются возможности производить богослужения. Это данные из произведения Сергея Алексеевича Суханова «Патологические характеры». Но также, как часто мы можем потерять фигуру охотника в загадочной картине, также и многие люди потеряли способность не то, чтобы видеть в хлебе и вине тела и крови. Это бывает не со всеми верующими, а получать эту отрицательную реакцию страха, и в Новгороде один сектант, жидовствующий, пришел к другому сектанту, священнику, обедать. На стол подали просфору и рыбу, гость взял просфоры, вырезал из них кресты и бросил кресты на пол коту, а кот их съел. Это цитата из Покровского, очерк истории русской культуры. Но мы можем разучиться видеть и пейзаж в загадочной картинке, а фигура охотника перестанет исчезать. И когда один благочестивый инок увидел, как лежащий, как к лежащей на земле кем-то оброненной просфори приблизилась собака, ему показалось, что из просфори вышло пламя и опалило пса. Училище благочестия. Другой инок, усомнившийся однажды в том, что хлеб и вино Евхаристии, есть тело и кровь Христовы, подвергся эпитимии и затем был поставлен в церкви перед всей братьей, молившейся о возвращении ему веры. И во время совершения Евхаристии увидал, что ангел принес младенца, рассек его на части и источил кровь в чашу. Пролог. Цитировано по училищу благочестия. Это все цитаты. И весьма возможно, что первоначально дело шло действительно еде сырого мяса и питье дымящейся крови. Может быть, крови агнца, как в таинстве мифры, где употреблялась кровь быка, которую мы встречаем и в Ахканалиях, и в таинствах Атиса, где львы Великой Матери разрывали дикаватуры, и где посвященный ел стимпана и пил скимвала. То, что апологет Фирмик Матерн называет снедию смертоносной отравы и чащею гибели. Это цитата из произведения Зелена «Религиозные Эл». Не знаю, что такое. Рел-Эл. Религиозные. По-видимому, здесь может быть только на родине возникновение оккульта противоположение подразумевающего человеческого мяса, вызывающее отвращение, и привычного мяса тельца создавало достаточную парфеновскую реакцию, но эллинизация должна была отразиться и на этом и заменить вышедшее из употребления самое уже начавшееся, вызывать отрицательную реакцию сырое мясо и кровь животного хлебом и вином. Да, зелень – это религия эллинов, эллинов, то есть греков древних. Но, несомненно, привычные раздражители хлеб и вино слишком сильны и страх. Отрицательная реакция здесь менее прочен. В стремлении получить этот исчезающий страх, эту нужную для парфеновской минус-гармонической реакцию некоторые шли на сквернение святых даров, и, по-видимому, от этого и родилась черная месса тамплиеров и другие сатанинские культы. Они носили, как известно, ярко половой характер, что и естественно, так как при осквернении реакция страха, богатония, должна значительно преобладать и, вызывая сильное возбуждение автономной системе, давать половую реакцию. Половая окраска выступает, конечно, нередко и у нас, в очень часто встречающихся хульных мыслях, то есть появляющегося у глубоко верующего человека во время молитвы стремление произносить бранные и неприличные слова и фразы против всего святого и близкого данному человеку, и страха, что они, вопреки его религиозному убеждению, сорвутся с языка. Это цитата из произведения Сергея Алексеевича Суханова «Патологические характеры». Конечно, половой элемент должен находиться и в сценических религиях воскресающего бога, где скорбь об умершем боге и вид его положенной в гроб всем знакомой статуи вызывал чередование отрицательной реакции и возвращение к норме, а радость о воскресшем и появление той же положенной статуи на старом месте давало чередование положительного взмаха и возвращение к норме. Это возвращение к норме должно было давать реакцию в агатонию, и, как мы видим, восточные религии Аттиса, Адона, Азириса и других имели ясно выраженную фаллическую окраску, и празднование в честь их должно было оканчиваться половыми эксцессами, и на женщин даже накладывалась повинность отдаваться всем и каждому по этим дням, и нежелание следовать этому обычаю считалось святотатством или оскорблением Бога. Такое также понятно будет для нас и религиозная проституция, процветавшая в храме богини Мелиты в Вавилоне и в Греции у Афродиты. И теперь это мы встречаем в Индии, где в одном мадрасском президентстве имеется 12 тысяч храмовых проституток, кауче, танцорок, повенчанных с идолами и обязанных отдаваться за деньги каждому мужчине из любой касты, пришедшему на богослужение. Это цитата из книги Плосса «Женщина». И те половые эксцессы, которые и вовсе не обязательны, как думают многие, но несомненно чисты на хлыстовских родениях есть естественные последствия их высокого духовного подъема, высокой плюс-гармонии, которая возможна только при высокой же минус гармонической реакции. Что это тоже искушение, которое случилось и с апостолом Павлом, о чем он говорит во втором послании к Коринфянам, глава 4, страница 14. Вы знаете, что хотя я и в немощи благовествовал вам, но вы не сочли это за искушение, а приняли меня за ангела. И в первом послании «Я был у вас в немощи и в страхе» и в «Великом трепете», глава 2, страница 3, или статья 3. Толкователи объясняют, что, по-видимому, Павел, будучи у Коринфян, болел чем-нибудь. Но вряд ли он говорил бы так таинственно о болезни, когда беседует совершенно спокойно о состоянии желудка филимона. Такие искушения, вероятно, были не редкость, но наступление этой физической половой реакции уничтожало полученную плюс гармонию и являлось нежелательным осложнением. Поэтому так и восставали апостолы против упомянутых блудодеяний и мужеложества, наблюдавшихся в первых крестьянских общинах, где у Коринфян один даже блудодействовал со своей матерью, чего не бывает и у язычников, так говорит апостол Павел. Но ведь на примере святой Терезы мы видели, что половая реакция имеется и в благотворном экстазе, после которого она засыпала в изнеможении. Но возможно, что здесь есть некоторое отличие между мужчинами и женщинами ввиду преобладания у первых плюс, а у вторых минус гармонической реакции. Наступление половой реакции вовсе не является для женщины неудачным результатом ее религиозного возбуждения и весьма возможно, что экстаз действительно представляет для них некоторый суррогат полового акта, чрезвычайно цены по производимым им на организм женщины влиянием. Ведь безбрачие у девушек, как известно, часто вызывает тяжелые расстройства, по-видимому, на почве расстройства внутренней секреции, которых не бывает у женщин, живущих половой жизнью. Может быть, дело тут в недостатке положительных гормонов в излишке ваготонии, излечения от которой они получают и в половом акте, и в экстазе. Это, конечно, говорит не одно свидетельство Терезы, а и многочисленные эпидемии в монастырях, и фанатическая религиозность, встречающаяся у женщин значительно чаще, чем среди мужчин, и то, что утешение несчастной любви находят именно в монашестве. По-видимому, в этой связи экстаза с полом как раз и лежит исцеляющая способность религии при многих неврозах истерического характера, который, как я говорил, часто представляет из себя богатонию, сочетавшуюся условным образом с каким-нибудь раздражением, идущим извне или изнутри, обыкновенно из половых органов, но так как безбрачие, ощущения эти остаются постоянно неизменными, а половые мотивы всячески тормозятся, оттесняются по Фройду, то представление половой реакции идти, если не по своему естественному, то по аналогичному религиозному пути, который, в конце концов, приходит к естественному и дает исцеление, так же, как если бы девушка вышла замуж, недаром, ведь существует латинская пословица «Nubat illia et morbus e fugiet», или бы влюбилась в Фройда, который позволял бы ей отреагировать свой аффект на себя, ведь очень интересен общеизвестный факт, что исповедницы также во многих случаях влюбляются в исповедующих их священников и ксензов. Но, как мы говорили, половую реакцию можно получать не только путем повышения плюс гармонии, но и путем первоначального понижения уровня возбужения, и примером этого может служить эпидемия ведовства, неожиданно явившаяся из преследования сектантов и унившая тысячи и десятки тысяч женщин. Уже один страх преследования, особенно, когда оно развилось, страх обвинения, для которого было достаточно всякого оговора или ничтожного доказательства в виде нечувствительности какого-либо места кожи, мог при приезде инквизитора в город вызывать такую резкую минус-гармонию, что получалась половая реакция. Вспомните опоздание на пояс, особенно ночью, когда отсутствует постороннее тормозящие влияние. Она и породила особых духов, суккубов и инкубов, по-видимому, чертей, совокупляющихся изнутри, изнутри производящих эту реакцию инкубы и совокупляющихся снаружи в виде ангела Терезы с копьем суккубы. Но эти сношения с духами очень старая история. Мы встречаем их и в Вавилоне, и в виде ночных человечков в еврейской лилит, в Новой Гвинеи, где кону сообщили, что один из идолов очень опасен для молодых девушек и женщин. Это данные из произведения Плосса «Женщина» и у блаженного Августина в виде духов, называемых Сильвани, которые делали женщинам много горя, часто спали с ними и творили нецеломудренные дела. Подобное было не только известно древним, но и в наше время достаточно испытано. Это цитата по Плоссу страница 31, то есть тоже произведение под названием «Женщина». Были также суккубы и у нас в России в виде того черта девицы Соломониды, от которого она родила семь чертенят амфитеатров и, по-видимому, но только по-другим именем и сейчас живут в кликушах. Многие, даже интеллигентные люди, считают кликуш за притворщиц, потому что они часто сговариваются между собой «Ну как, будешь сегодня кликать? Нет, что-то не хочется, а я покликаю». Но они, конечно, вовсе не притворщицы, просто у них образована сложная эмоциональная реакция на священные предметы, тоже своего рода парфеновская, с преобладанием богатонии, где отрицательное значение, имеет мысль о своей греховности, а положительную вызывает святость церкви, церковных предметов и молитв. Иногда они даже не могут войти в церковь, их откидывает, иногда с ними начинается судорожный припадок при виде чудотворной иконы, но чаще всего припадок бывает в церкви, при наиболее торжественных, усиливающих положительную реакцию в местах богослужения, например, при херувимской или при усилении отрицательной реакции при словах «оглашенные изыдите». Разрешается эта парфеновская реакция половой в сладострасных движениях таза, и если кликуша подвергается отчитыванию батюшка и удастся влить ей в рот причастие, у нее создается благодетельная плюс гармония, и разговоры их до богослужения понятны, по-видимому, если женщина чувствует себя возбужденной, то ей кликать не к чему, если она чувствует себя нормально, то будет кликать независимо от того, хочет или нет, а от того, какая у нее норма, и если она о чем-нибудь грустит, и ей хочется избавиться от минус гармонии, то она постарается искусственным путем, например, думами о мирском развлечь себя, и при словах оглашенные из идити получит резкую парфеновскую реакцию, истерический припадок, а затем возвращение на более высокий уровень гармонии при помощи батюшки, и те хульные слова, которые она выкрикивает церкви, являются видимыми выражениями половой окраски, имеющиеся у них чередующиеся минус гармонической реакции. Конечно, есть такие кликуши среди мужчин, но они реже пользуются религиозными мотивами, и, как я говорил, мы встречаем их теперь в виде бесчисленных припадочных инвалидов. Однако, положительный результат для организма, достигаемая плюс гармония, само собой, разумеется, тут ничтожно, и у припадочных мы имеем просто отрицательный результат, и получение половой реакции до достижения высокой степени возбуждения, получение ее от каких-нибудь посторонних помыслов считалось у аскетов гибелью их трудов и победой дьявола. Она должна происходить без чистополовых раздражений, происходить от утомления плюс гармонии, и их цель оставаться на крайней высоте возбуждения, получая высшую степень тонизации. Наступление же половой реакции до этого сразу же повергало их в бездну, и все вокруг наполнялось адским смрадом, независимо от того, произошла эта реакция вследствие присоединившегося интенсивного полового раздражения, например, образа прекрасной женщины, или же вследствие падения возбуждения, вызванного каким-нибудь страшным видением. Мы знаем на самом деле, что все или огромное большинство подвижников терпело ряд поражений от дьявола, о которых они говорят и пишут с глубокой скорбью. Но что же делали с ними черти? Вопросительный знак. Точно серьезно трактуется вопрос, является ли грехом полюция, полученная в сонном видении и что за нее накладывали эпидемию, по-моему, ясно указывает, какие победы одерживал дьявол. Но если им удавалось удержаться на этой головокружительной высоте, на этом острие, где с обеих сторон были пропасти, они достигали действительного блаженства. Так, следующая, третья подглава большой главы, религиозное чувство, симпатикотония экстаза, это третья подглава, о той радости и сладости небесной, которую я там вкушал, сказать тебе невозможно, говорил святой Серафим Саровский послушнику Иоанну Тихонову впоследствии иеромонаху Иосифову, Иосифу, и с этими словами он замолчал, но в это время склонился несколько вперед, голова его закрытыми взорами поникла долу, и рукой он совершенно тихо и одинаково водил против сердца, лицо его постепенно изменялось, издавало чудный свет, и, наконец, до того просветлело, что невозможно было смотреть на него, но устах же и во всем выражении его была такая радость и восторг небесный, что поистине можно было назвать его в это время земным ангелом и небесным человеком. Это цитата из произведения «Житие преподобного Серафима Саровского». Здесь мы имеем прекрасное описание этой высшей плюс-гармонии, полученной уже рефлекторным путем. Мы не имеем никакого основания не доверять этому описанию. Это условная плюс-гармония и есть цель стремления подвижников. Говорит о ней и епископ Феофан Затворник. Бывший в Петербурге в сороковых годах случилось мне принять одного инока, о котором уже начинались проявляться, в котором уже начинались проявляться видимые ощущения благодати. Началась речь о духовных вещах, но по мере того, как он входил в себя и мысль его углублялась, лицо его все более и более светлело, а потом все стало белое, как снег, и глаза его искрились. Это произведение епископа Феофана «Что есть духовная жизнь?» По-видимому, здесь дело идет об общем сокращении сосудов при повышенном тургаре напряжении тканей и расширении зрачка, то есть реакции симпатикотонии, которая и делала его прекрасным. Недаром растение, откуда добывается атропин, парализатор автономной системы, называется белладонна. Прекрасная дама, ну, на русском языке звучит красавка, так как соки опускали в глаза, чтобы казаться красивее, чтобы они искрились. И, конечно, не баснями, а действительностью является та поразительная сопротивляемость организма, о которой мы упоминали, говоря о христианских мучениках. Зела у Федора того подвиг бил, рассказывает Авакум о юродивом, жившем в доме у боярни Морозовой. В день юродствует, а ночь всю на молитве со слезами. Много час, другой полежит, да и встанет, тысячу поклонов отбросает и сядет на полу, а иное, стоя часа стрип плачет, но у стюге пять лет беспрестанно мерз, на морозе босс в одной рубашке, но на баснях проходил подвиг. Но не менее крепок был он и у Авакума. Пашков, начальник отряда, бил его по щекам, а потом приказывал наказывать кнутом. Дали семьдесят два удара, а Авакум только говорил Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помогай мне. Пашков ждал просьбы о пощаде, и когда Авакум сказал, полно бить-то, он велел перестать, но Авакум обратился к нему, за что ты меня бьешь, знаешь ли? Пашков приказал снова бить, а затем ему сковали руки и ноги и на дощанике набеть кинули, где он лежал всю ночь под дождем, и на работах, река мелкая, плоты тяжелые, пристава немилостивые, палки суковатые, кнуты острые, пытки жестокие, огонь до встряска, люди голодные, лишь станут мучить, он умрет, если зимой сосну, и что волк не доест, то мы доедали и спадали, но это не сломило Авакума, и даже самые сильные морозы, во время голода не бросал он своих бесконечных молитв, и с прежним пылом еще боролся пятнадцать, двадцать лет, ссылаемый, избиваемый, моримый голодом до сожжения своего четырнадцатого апреля тысяча шестьсот восемьдесят второго года. Это цитаты из книги Покровского «Очерки истории русской культуры». И ясно, что при обычном сроке заживления ран, при нормальном чувстве голода, при нормальной опасности длительного сильного охлажения, даже экспериментально дающего воспаления почек, невозможно было перенести что-либо подобное. Только повышение всех внутриклеточных процессов, только идеальная установка их координации могла дать это, и ясно, что если бы нормально заживали тираны, которые наносят себе и супленые мусульманы во время праздника Байрама или дервища ордена руфаи, которые лижут раскаленное железо, кладут его в рот и держат там, пока оно не остынет, не могло бы быть никаких религиозных самоистязаний. Но, конечно, трудно только первый раз получить эту плюс гармонию, экстаза, длительное состояние ее, макаму мусульманских мистиков или нирвану индусов. Это цель всякого аскетизма. Затем же она наступает все легче и легче, сначала появляясь только в определенной нераздражающей обстановке, а чтение Слова Божия в пустыне, где, например, Серафим Саровский разные уединенные места назвал именами евангельских местностей, реку Иорданом, Луку ее Теверятским озером, гору Голгофой для живейшего представления земной жизни Спасителя. Затем реакция могла получаться и от молитвы, но в еще более однообразной обстановке в затворе, где только раз в неделю приносилась пища и ставилась у дверей. Затворник же был закрыт полотном, чтобы, как говорят, никто не видал его, но что правильнее, чтобы он никого не видел. Причем здесь происходила страшная борьба сонным торможением. Старец носил вериги, стоял на камнях, спал на поленьях и так далее. Спустя пять лет реакция настолько упрочилась, что он ослабил затвор. Келейная дверь у него была открыта, всякий мог прийти к нему, видеть его. Старец не стеснялся присутствия других в своих духовных занятиях. Он хранил обет молчания по-прежнему. Мы, особенно работая по старому способу, то есть находясь в одной комнате с животным, сначала никого не пускаем к себе, когда рефлекс еще только образовался и посторонний человек тормозит его, затем начинает входить профессор Павлов, а потом всякий, кто хочет, условная реакция работает как машина, и чтобы сделать ее более независимой от обстановки, мы даже сами приглашаем посетителей. Осенью 1815 года Серафим снял обет молчания и стал вступать в беседы с иноками, а затем в 1824 году и с посторонними. и старец стал ходить всюду и даже заниматься девеевским женским монастырем. Причем благодатная реакция, как я говорил о его беседе с Иосифом, получалась от одной мысли о ней. И у наших животных хорошим показателем прочности их рефлексов служит демонстрирование их в аудитории, где масса новых раздражителей, шум студентов. Однако реакция наступает по-прежнему. А есть и такие столпы, у которых она остается неизменной при перевозке на другой конец города, для публичной лекции, где бесконечное количество тормозящих влияний и нет ни одного сходного с прежним условия, кроме вызывающего реакцию звука или света. Следующая подглава большой главы пятой под названием «Религиозное чувство». Это четвертая подглава «Связь экстаза с полом». Но, как я говорил, вся эта благодатная гармония исчезает при наступлении половой реакции от нормальных раздражений или даже вида и образа женщины. Недаром святой Серафим забаррикадировал от них всю гору, на которой жил, и получается тяжелейшая минус-гармония, не только временная, непосредственно следующая за ней, но и очень продолжительная, так как образованная половая реакция при новых попытках достижения экстаза получалась все легче и легче и окончательно обескураживала аскета. Ему, конечно, нужно было бы временно прекратить попытки отвлечься, а не возобновлять свои упражнения, так как более прочный, положительный рефлекс сам восстановился бы, а только раз пройденный путь половой реакции быстро угас бы, но только умудренные опытом старцы понимали это, большинство же бесцельно боролось и с удивлением описывало в прологе случай возвращения благодатной реакции при страхе, охватившем монаха, намеревавшегося вступить в публичный дом, а скету, получившему это условное состояние плюс гармонии уже не только нежелательны, а отвратительны, нормальные половые раздражения, а затем со специализацией рефлекса просто не нужны ему. ведь необходимая плюс гармония, которой и цена половая реакция для организма, как для особи, как индивиду, у него имеется и без нее, пока религиозный рефлекс не опрочен, пока половые раздражения еще слишком похожи на религиозные, экстатические, имеется отвращение, как у авакума к никонианской просвирке получается парфеновская с преобладанием отрицательной реакции, а затем половые раздражения, как, например, вид женщины, угасают совершенно. Характерно, что наивысшей просветленностью обладают старцы, то есть люди, у которых угасла уже внешняя половая реакция, но начинаются труды подвижничества, начинать, но начинать труды подвижничества надо с молоду, и возможно, что именно в старческих вожделениях, правда, как в кривом зеркале, увидим мы религиозный экстаз, а чтобы не слишком удаляться и этим затемнять картину, мы можем сравнить его с таким возвышенным чувством, как любовь Тургенева к Полине Виардо или со старческой поэзией Тютчева. Ах, на закате наших лет, сильней мы любим и суеверней, сияй, сияй, прощальный свет, любви последней, любви вечерней. Но по-видимому наивысшее устранение полового элемента достигается у скобцов, как я это уже говорил, указывая на преимущество их вследствие особой стойкости условных реакций. Влага Тониев не может найти своего разрешения в половой реакции и поддерживает симпатико Тониев плюс гармонию на постоянном уровне и мотив оскопления встречается во множестве восточных религий. Ему подвергаются и Азирис, и Атис, жирецы которого были оскоплены. И хотя эллины не подвергали себя этому, но по-видимому приказно сознавали уничтожание гармонии полом недаром девиз позднейшего герметизма гласит «Да познает мыслящий человек самого себя, что он бессмертен и что причина смерти любовь». Мы даже видим, как получается эта божественная половая реакция, вернее, каким способом отсрочивается она до утомления человека однообразием плюс гармонии. Ведь Серафиму Саровскому гораздо чаще являлась Богородица, а не Иисус Христос. И этим святостью образа тормозилось появление половой реакции от женского образа и оставалось только положительное действие очередования реакций. И интересно, что ангелы всеми святыми виделись в образе женоподобных юнош и значит тоже и возбужение и тормоз. Но также известно, что нередко дьявол принимал форму ангела, и только оградившись крестом от возникшего сомнения понижения уровня возбужения можно было узнать его сущность и во многих случаях оказывалось, что перед святителем разверзалась пропасть и все наполнялось смрадом. По-видимому, происходило резкое торможение положительной, наступала половая реакция и человек испытывал то, что испытал Вронский, увидя мужа Анны, то есть, как образно выражается Толстой свинью в колодце. У преподобного Серафима, хотя он не имел столь выраженной половой реакции, не засыпал, как святая Тереза, однако наступало после экстаза состояние минус гармонии и после того просветленного состояния, в которое он пришел, беседая с Иосифом, после продолжительного молчания, отец Серафим снова заговорил и в самых радостных чувствах, вздохнув, заметив, вздохнув, с умилением сказал, «А, если бы ты знал, какая радость, какая сладость, ожидает душу праведника на небесах многоточие», а затем, помолчав еще немного, начал говорить о мучениях грешников. При конце же беседы старец как бы забыл о том невыразимо сладостном состоянии своего духа, когда он говорил о восхищении в небесные обители. Он сознавал теперь только слабость естества своего и называл себя первым грешником. Это описание цитата взято из жития праведника Серафима Саровского, страница 63. Здесь невольно приходит на ум рассказ Мапасана Маска о том, как он встретил на балу поразительного танцора, выделавшего прямо удивительные па, но неожиданно тому стало дурно, и Мапасан помог ему, а потом отвез домой, где выяснилось, что розовое лицо танцора было искусственно сделанной маской, а под ней оказался сморщенный старичок. и Мапасан никак не мог представить себе, чтобы эта развалина была в состоянии проделывать такие чудеса ловкости. Половой рефлекс, по-видимому, давно угас, и у него, но условная положительная реакция осталась, и она давала ему плюс гармонию и тонизацию, пока достигнутое крайнее напряжение в конце концов не вызвало задержку и ваготонию, ведь и Серафим Саровский вздохнув, пришел в себя и превратился в немощного старца. Интересно также, что все мученицы, да и монахини в посвящении называются невестами Христовыми, и что Жанна Д'Арк чрезвычайно мужественная женщина, как это она показала на деле в мужском костюме с мечом и ориф ламой в руках, водя за собою полки, слышала голоса не Иисуса Христа, а святой Екатерины и святой Елизаветы, то есть женщин. И у дервишей верховное существо носит название душеньки, любовницы, а процесс возрождения с ним совокупления, это взято из произведения Казанского мистицизм в исламе. Теперь понятны будут нам слова апостола, да будут два вплоть единую, тайна сия велика есть, аж глаголю во Христа и во церковь. И он, как видите, и не делал из этого тайня, объяснял как мог, что может быть яснее цитированной фразы, разве вы не знаете, что тела ваши сучлены Христовы? Сейчас, секундочку. Причем, ведь только в нашем переводе говорится «соединившийся с Богом», а во всех других то же слово, как и проотношение с блудницей. Он ничего не скрывал, но мы в нормальном состоянии, слишком слабой гармонии, не могли понять его и безжалостно гнали разнообразных сектантов этих истинных последователей апостола. Конечно, некоторых не удовлетворят и эти доказательства, и они будут требовать, так сказать, корпус деликтии того, что наивысшая степень экстаза кончается физической половой реакцией, всюду находимое вторжение фалуса, во все религии, мне кажется, дает достаточный корпус деликти. Правда, может быть, как в экстазе Серафима Саровского, она должна являться только последствием наступившего утомления, может быть, она проходит совершенно без половой окраски и даже малозаметна для испытывающей ее, ведь должно быть в ней какое-нибудь отличие от искушения, но существует она, несомненно, и существует, конечно, не только в христианстве и исламе, но и в языческих религиях, в экстазах и индусских факиров, и сибирских шаманов, и африканского колдуна, и ставшая теперь символом обрезания прежнее время, наверное, не было только им. Оно встречается и у дикарей Австралии, и в Африке, и в Азии, имеется у всех монгольских и семитических племен, и такую общность распространения невозможно объяснить жертвой Богу частью своего тела. Почему жертвуется именно эта часть? Почему Божеству представляется право первой ночи? Почему почти так же широко, как обрезание мальчиков распространено и обрезание девочек? Почему в Северной и в Северо-Восточной Африке производится при наступлении половой зрелости зашивание половой щели у девушек, которая разрезается перед свадьбой, и получающиеся рубцы крайне затрудняют роды? Все эти факты настоятельно требуют объяснения и не могут считаться лишь смешными и отвратительными привычками. Такая склонность большинства народов совершать что-либо над своими половыми органами заставляет думать, что прежние времена, а у дикарей и теперь каждый человек должен пережить физическое половое соединение с Богом. Это соединение по-видимому совершается во время посвящения, во время признания человека взрослым человеком племени, членом племени, которое всегда совпадает с наступлением половой зрелости и обычно сопровождается утонченными мучениями, сечением и пыткой огнем. Одно из племен по плосу сечет девушек гибкими прутьями и морит голодом, давая вместо еды и питья лишь облизывать эти прутики. Характерно своеобразное дразнение, где и в каждом дразнении имеется больше или меньше элемент парфеновской реакции. Многоточие. Девушки часто падают в оморок, иногда бывают и смертные случаи. Это цитата из описания Плоссом из его произведения «Женщина». Страница 252. Все это доказательство резкой богатонии, при которой появление половой реакции не только возможно, но и неизбежно. У бичу аннов, достигших половой зрелости, девушек отделяет от племени, одевает фантастические одеяния и совершая над ними таинственное обряды, подвергает телесным наказаниям и заставляет брать в руки горячие предметы. Австралийцы даже поджаривают мальчиков на особых решетках с подложенными внизу углями. У богутов девочки носят на спине фигуру ребенка, сделанную из глины и утыканную щепамы. Если девушка или юноша не проделавшие посвящения делаются матерью или отцом, они должны быть убиты вместе со своим ребенком. Интересный факт сообщен в берлинском миссионерском вестнике в 1880 году. Цитата. В северном транс транс варьбе племя Бабвенди недавно заимствовало у басутов праздник обрезания женщин. И вот они устроили вблизи деревни оригинальное представление. В течение целого дня били в барабаны и устраивали странные потешные шествия, причем некоторые из них вымазали себя белой глиной и убегали точно полуумные. Другие сопровождали их, также напоминая помешанных, после того, как они дурачились, так в продолжении нескольких дней они удалились далеко в степь, где и теперь еще не иствуют. Это опять же цитата по-плосу. Страница 253. Здесь, кроме интереснейшего примера распространения религии, восприятия нового религиозного культа, крайне характерно выступает парфеновская реакция. Во время этих торжеств перед каждой посвящаемой становится маленькая человеческая фигурка из глина, миссионеру Шуломану сказали, что эта фигура есть комма, но назначение этого тузенцы и сами не понимают. Надо думать, что просто не хотели сказать, потому что у них проклятию соответствует выражение «ты рассказываешь об обрядах комма». Но теперь можно сделать предположение о значении этой фигурки. Это суккуб, это изображение Бога, действительно вступающего в половое общение с посвящаемым, и потому, естественно, явилось у людей желание что-либо сделать с орудием этой связи со своими половыми органами. И это тесное отношение религиозного и полового чувства уже начинает пониматься вполне ясно не только физиологами. Сексуализм, говорит Ф. Ф. Зелинский, в религии эллинизма, сам по себе неизбежное последствие антропоморфизма, соединенного с многобожьей. Правда, он считает, что элементы эротизма законен где угодно. Но только не в религиозном чувстве, однако, находит его всюду, и в древнегреческой религии, и в религии эллинизма, особенно в последней, где появилось полное соблазна мнения, противоположное тому, которое создало некогда религиозное скопчество мнения, что чувственный экстаз лучший путь к религиозному экстазу. и этот принцип «развратом спасешься» заразил и ранее христианство, и молодой церкви стоило немалого труда его искоренить, поскольку она его действительно искоренила. Фадей францевич еще не выпустил своей работы о раннем христианстве, она будет шестой очерк, а сейчас вышел только второй, но, несомненно, его внимание остановила та же четырнадцатая глава первого послания коринфянам, и подобные ее места, вскрывающие яркую сексуальную окраску и христианского религиозного чувства. Но все-таки анонизмом, как я говорил, это назвать нельзя, ведь, по-видимому, и анонизм получает наслаждение не от физической половой реакции, а от того, что вызывание ее, как и щекотка, связано с чередованием гармонических реакций, вернее, ваготонических половых раздражений, с индифферентными, в результате которых и получается тонизация организма. И горе анониста заключается в том, что симпатикотония здесь слишком кратковременно, при получении реакции тотчас же сменяется ваготонии, и что даже эта симпатикотония с каждым разом все уменьшается. При повторениях рефлекс на физическую реакцию происходит все легче и легче, он специализируется и соответственно уничтожается все лишние реакции, и сетям степень необходимой симпатикотонии становится ничтожной, чтобы получить все же привычную гармонизацию, при погрессивно уменьшающейся положительной реакции анонисту, и приходится прибегать все более и более частым злоупотреблением. Наслаждение любви, вы помните, заключается именно в положительной реакции гармонии, как и во всех других наших радостях, а не в половой, мы же, видя, что всюду примешивается половой элемент, поставили во главу угла его физическую реакцию и себе, и особенно молодежи, привили убежение, что вся тонизация, все то хорошее, вся та радость, которую нам дает любовь, все, что делает нас сильнее и умнее, чем бываем мы в норме, что все это заключается в половом общении и создали такую нездоровую литературу, как произведение Арцибышева, Каменского и других, тогда как половое общение, как и всякое достижение, является прекращением плюс гармонической реакции и по мере ее повторений все уменьшает и уменьшает свой положительный эффект и для сохранения своего могучего тонизирующего действия должно употребляться чрезвычайно осмотрительно. Это прекрасно понимали люди в режние времена и недаром, как пример, в еврействе строго регламентировали половую жизнь, тесно связав ее религиозными предписаниями. Конечно, еще меньше зависит происхождение тонизации от половой реакции в религиозном экстазе. Как и экстаз любви, он может быть получен двояким путем или повышением возбужения и чередованием его с нормой или предварительным понижением его и последующим возвращением к норме. По-видимому, каждый убирает себе путь в зависимости от своей склонности, которая, возможно, находится в тесной зависимости и от полового типа индивидуума, от большего или меньшего садистического или мазохистического оттенка в нем. Здесь нельзя провести резкой границы по религиям. По-видимому, в каждой есть и те, и другие. Пожалуй, наиболее резко она между браманскими и буддистскими аскетами, где первые йоги берут экстаз сбою непрерывным сосредоточением, сосредоточением, а другие идут путем возвращения к безразличию от тех воображаемых ужасов, которыми они должны представлять для себя жизнь. И, конечно, совершенно отличное отношение и к божеству. Например, мистики ислама тоже, по большей части, активные экстатики относятся к своему Богу далеко неблагоговейно. Уже название душенька говорит это. Один же из них, например, видел Бога, имевшего вид человека, одетого в платье, с заплетенными волосами, со сбившимися на сторону головным убором. Он хлопнул его по плечу и вступил с ним беседу. Это цитата взята из истории Персии, написанной Мальком. Как отличается такое видение от видения наших святых подвижников, падающих ниц, перед являющимися им не душенькой, а Господом, Царем Небесным. Конечно, способ понижения значительно доступнее для массы, и все великие религии идут этим путем пассивного экстаза. Только отдельные личности могут активно достигать экстаза, они затем соединяются в секту и начинают преследоваться ортодоксальными религиями, которые ненавидят ее противоположное отношение к божеству, столь отличное от их собственного, но, конечно, повышение возбуждения имеется и у них, и положительный ход экстаза их ортодоксальных подвижников тем и отличается, что поднимается из большей глубины на высоту большей нормы, например, многие из них, в том числе и Серафим Саровский в своей келье ставили гроб, ложась него, они часто получали состояние экстаза, так как гроб, усиливая тревожную окраску мысли о смерти и создавая понижение возбуждения, становился прекрасным условным раздражителем для минус гармонической реакции, благодатная же реакция соединенная с Христом получалась уже просто перенесением взора нависевшие в келье образа и в результате наступало необходимое чередование. Следующая подглава большой главы религиозное чувство методы тонизации конечно для всех православных иконы вовсе не представляют из себя идолов как думают лютеране а лишь чрезвычайно удобные условные раздражители облегчающие положительную реакцию своими яркими красками белой одеждой Христа и Ангелов игрой света и тени с золотом венцов или увеличивающие отрицательную страшными образами последнего суда суровым видом бога Саваофа или почерневшими красками старообрядческих икон. К тому же вызыванию минус гармонии ведет и таинственный полумрак готики, а полное света со своими удивительным куполом Айя София вызывает невольно в нас светлую радость, дает симпатикотонию всем и мусульманам и христианам, но, конечно, этот храм только счастливое исключение и чужой культ обычно вызывал отращение, ведь и дивные фрески Айя Софии до самого последнего времени были замазаны штукатуркой. И когда идола поклонничества было еще живо, иконы слишком напоминали идолов, легко происходило смещение двух раздражителей и должна была получиться парфеновская реакция, и икона борчества, как известно, вызвало в свое время ужасные распри, стоящие много крови и жизни. С точки зрения гармонии, само собой разумеется, понятны не только высшие проявления экстаза, но и простая будничная вера, и веселость, и красота, и одухотворенность лиц в толпе выходящих и к церкви. Вспомните Лизу Калитину в дворянском гнезде. Эта толпа просто переполнена тонизирующими ее положительными гормонами, и не кажущуюся радость, а действительную физическую бодрость дает верующему таинство причащения, и, как я говорил, не просто успокаивает, а производит действительное вспрыскивание адреналина священник, причащающий тяжко больного вследствие ранее образованного больного, плюс гармонической условной реакции на таинство Евхаристии и самого священника, и пока сильно было религиозное чувство, не лишним паразитическим институтом являла церковь, а великим психо-терапевтическим учреждением, где более замечательным, тем более замечательным, что в ней не только находили исцеление, все страждущие и обремененные, но и здоровые, покойные, нормальные люди получали необходимую им тонизацию для борьбы с жизнью, и доктора, взяв на себя дело утешения, принадлежавшее сначала священникам, взяли вместе с тем и их тяжелую обязанность идти по первому зову к умирающему больному, и, несомненно, их приход, приход среди ночи, этот необычный раздражитель, чужой человек в спальной или детской, и уверенность спасения часто создают чудо, прекращают минус гармонию, и поэтому отказываться идти мы не имеем права. Несомненно, что большие, иногда колоссальные гонорары знаменитых докторов, профессоров в значительной степени являются заместителями прекратившихся вкладов в храмы, и терапевтический эффект носит, и терапевтический эффект профессора во многом зависит от размера той жертвы, которую приносит больной, обращаясь к нему, зависит от того, насколько он этой жертвой понижает уровень своего возбуждения. Ясно, что человек богатый для этого понижения должен истратить большую сумму, а миллиардер еще большую, громадную, например, построить раковый институт, только тогда он получит нужное ему успокоение, что все сделано для здоровья его близких и его самого, получит тот эффект, который мирное время бедный получал рублем или полтинником. В этом же была исцеляющая сила жертв евреев, и известно, что евреи очень любят лечиться, может быть, потому именно, что суббота и синагога не дают того, что имеется в христианском богослужении, конечно, тоже приложимое к язычеству, к их жертвам, дававшим не кажущуюся уверенность, а сообщавшим им действительную силу и мышц, и ума, и вовсе не напрасно ездил Фабий кунг-тотор с поля битвы, чтобы принести жертву своим пенатам. И не только из-за того не попадает бумеранг у дикаря, что он к нему не привык, а потому что он без тонизации мускулатуры руки не может его сильно бросить, а без тонизации мышц глаза бросить метко. Старый же бумеранг или фетиш дают и силу, и меткость, наполняя его кровь положительными гормонами. И поэмы Гомера, Гомера, эти боги, направляющие руки героев, отстраняющие от них копья, оживают перед нами, облекаются плотью и кровью. Мир действительно полон чудес, но мы в состоянии постоянной, сравнительной, а гармонии незамечаемых и все чудесное, идущее из прежних веков, когда люди были гораздо эмотивнее, страстнее, считаем легендам. И неплодом фантазии является поразительная выносливость странствующих гервишей, один из которых Сиррес Саади за все время своей семидесятилетней жизни никогда не пользовался отдыхом в постели. Это цитата из книги Казанского «Мистисизм в исламе», оттока естественным последствиям их постоянной плюс-гармонии, как и быстрое исцеление ран мучеников, являющиеся результатом повышения у них фагоцитоза и более энергичного перехода в свободное состояние покоющихся блуждающих клеток. И самоистязание будет только средством вызывания симпатикотомии, так как известно, что болевые раздражения, например, раздражение седалищного нерва, дают резкое повышение кровяного давления, резкое выделение в кровь адреналина, и дикари, древние славяне, царапая себе лицо руками, рвя волосы, не только понижали свое возбуждение плачем, но имели в этом средство для его повышения и недаром наши жели поминовения умерших всегда кончались плясками и скоромошеством. Болевое раздражение до его применения благодаря отрицательной парфеновской реакции дает ваготонию, как часто люди падают в обморок во время оспопрививания, но само оно при повторении уже симпатико-тонично, если не слишком интенсивно. И это дает, делает понятным всевозможные самоистязания, применяемые и дервижскими орденами, и нашими подвижниками, и хлыстами, бьющими себя с железными цепами и топорами для вызывания экстаза. И истязания, которым подвергают свою молодежь дикари в обрядах посвящения, становится чрезвычайно целесообразным методом не только для соединения человека с Богом, но и для уничтожения самого страдания. Недаром ведь индейцы с улыбкой переносили самые утонченные пытки. Ломая себе в горе руки, мы только находим путь, где хотя сколько-нибудь можем уменьшить гнетущую нас ваготонию, и тоже только доставила себе утешение, вырвавшая себе глаза, больная депрессивным состоянием, маниакально-депрессивном психозе. Тут интересно то, что спасенные и после совершенного покушения на самоубийство эти больные иногда сразу же совершенно излечиваются. Это сообщение профессора В.П. Осипова. И еще более понятным станет для нас постничество. Пост. Я уже говорил, что голод создает очень резкое, но равномерное возбужение нервной системы и рефлекс наших проголодавшихся собак значительно повышается, но оказывается и голод не непосредственно возбуждает нервную систему голодным составом крови, как это думали. Здесь, по-видиму, имеется опять-таки связь через положительную гармонию и интереснейшими опытами Ашера, а у нас доктора Окунева, доказано, что у находящихся в состоянии голодания живущих проголодь животных надпочечники заметно увеличивается, происходит их гипертрофия. Вместе с увеличением вероятно должно произойти и усиление продукции вырабатываемых ими секретов, которые и дает затем возбужение нервной системы, раздражение симпатическое, раздражение симпатическое, повышение тонуса мускулатуры и другие последствия. Босс находит в себе в этом физиологическое оправдание и приобретает значение как чрезвычайно ценный метод для усиления наших способностей и нашей силы, недаром тренирующиеся для бегов или для бокса несколько дней до состязания значительно ограничивает себя в пище, а профессор Норден рекомендует вообще вести в неделю один голодный день, как чрезвычайно благоприятно действующий на общее состояние организма, но церковь Доно уже предусмотрела это в своей среде и пятнице. Это возбуждение делает понятным поведение отшельников и психозы от истощения встречающиеся очень нередко и пост перед большими праздниками становится не прихотью церкви, а имеющей глубокий физиологический смысл процедурой, во время которой мы как бы одурманиваем себя гашишем, как это делали в свое время ассасины, возглавляемые старцем горы. Только гашиш этот идет не снаружи, а поступает в кров в виде усиленной порции адреналина и других положительно действующих желез внутренней секреции, например, гипофиза. Яснее делается для нас и христианская любовь к ближнему, ведь он дает мне возможность принести ему жертву, понизить свое возбуждение, вызвать минус гармонию, лишением себя чего-либо, а затем сознанием, что это доброе дело, его благодарность и упоминание Христа сами приводят меня к этому сознанием, что я принес себе гораздо большую пользу, позволяет но повысить тонус нервной системы на значительно большую высоту, чем это было до жертвы милостыней, и читая жития святых, пролог, лук духовный, видишь, что благочестивым женщинам не было большого удовольствия, как раздавать свое и менее нищим. Но понижение настроения можно получить и другим путем, чувством отвращения и, преодолевая его делом милосердия, достигать положительной гармонии. И обращение в раскол боярыни Морозовой выразилось в том, что она надела власеницу, собственными руками обмывала гнойные язвы прокаженных и уродивых и ела с ними из одного сосуда. И отец прокаженных, пастор, самоотверженно отдавший служению им большую часть своей жизни, не мог потом жить без них. Уехав оттуда, у него появилась, вероятно, агармония, и он не мог не вернуться снова на свой остров к своему привычному раздражителю. Эту тонизирующую цель благотворительность и правда, называя ее другими именами, хорошо понимал и Ключевский. Она, говорит историк, в своей лекции «Добрые люди Древней Руси» была не столько средством общественного благоустройства, сколько необходимым условием нравственного здоровья. она больше нужна была самому нищелюбцу, чем нищему. Как живое орудие душевного спасения, нищий нужен был древне русскому человеку во все важные минуты его личной и семейной жизни, особенно минуты печальные. И если бы неожиданно все нищие и убоги исчезли на Руси, древнерусский милостивец почувствовал бы некоторую неловкость, подобная человеку, оставшемуся без посоха, на который он привык опираться, у него оказалось бы, оказался бы недочет в запасе средств его душевного домостроительства. Это цитата из книги Ключевского «Очерки и речи», страница 140. «Еще большее понижение возбудимости вызывает излюбленное нашими подвижниками смирение, особенно сильная минус гармония получается от врага, от смирения перед ним, так как обыкновенно он вызывает у нас наступательную агрессивную реакцию плюс гармонии и поэтому понятные слова Евангелия «Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас и творящим вам напасть». Уже в самом противопоставлении этих двух противоположных понятий вражды и любви заключается все необходимое для парфеновской реакции. И нельзя не любить врагов, потому что они, как и мой ближний, являются моими лучшими тонизаторами. Но ближний, особенно единоверец, имеет и другое значение. Ведь не только мое крестное знамение вызывает у меня гармонию, но и крестное знамение другого. Ведь ничего не действует так на экстаз других, как экстаз кого-либо из присутствующих, и как часто в женских гимназиях истерика, начавшая все одной, влечет за собой истерику целого класса. Раз единоверец дает мне гармонию, значит, он является близким, нужным мне человеком. Это объясняет и наш крик, православные или польские, кто Бога верует, и антагонизм между вероисповеданиями. Ведь обряды магометанина или еврея, вызывающие у других магометан или евреев чувство благоговения, вызывающие плюс гармонию, для нас же только смешны, и если они близки к нашим обрядам, то и отвратительны, но человек, испытывающий несчастье, является для нас настолько хорошим тонизатором, что разность вероисповеданий представляется уже недостаточным тормозом, и в этом сущность притчи о добром самарянине, и действительно сподвижники пользовались человеческим несчастьем со страстью. Святой Франциск, угостив прокаженных, отогревал еще их своим дыханием, проложив рот к их дышащим смрадам ртам. Это своеобразное отогревание уже накормленных и обогретых прокаженных, конечно, нельзя обояснить иначе, как желанием получить от них нужное понижение, возбуждение для дальнейшего чередования реакций и получения экстаза. Это создание тонизатора или несчастья другого вызвало в средние века особое развитие нищенской профессии, составляющей целый общественный класс, да и теперь благотворительность составляет излюбленное занятие многих английских и американских леди. Тому же служил обет бедности францисканцев и евангельский завет, если ударить правую щеку, подставь и другую, но в последнем смирении, конечно, имеется и другая сторона, ведь такое поведение существенного вреда подставившему щеку принести не может. Здесь работает то, что профессор Павлов называет теперь инстинктом покорности, то есть то, что заставляет маленькую собаку при нападении большого пса падать перед ним кверху брюхом, подставляя самую незащищенную часть. Конечно, о названиях трудно спорить, но скорее здесь нет никакого особого инстинкта, а просто крайнее выражение подавленности минус гармонии, валящее ее с ног, ослабляющее ее мускулы, погащающее ее глаза и субъективной точки зрения напоминающей покорность просьбу о пощаде. Со стороны ниже большого пса имеется другой процесс, ведь наибольшим раздражителем положительной наступательной реакцией является наступательная реакция противной стороны, и в случае же отсутствия ее получается достижение цели, раздражителя уже нет, и наступает мгновенная задержка на положительные железы, внутренние секреции, наступает минус гармония, может быть получается даже и половая реакция, это конечно окончательно парализует наступательную реакцию, и поэтому при встрече маленького организма с большим, особенно молодого, эта реакция подавленности является весьма полезной. Я уже указывал на нее, говоря о влиянии восточных деспотов на своих поданных, но на нем стоит остановиться подробнее, так как это даст нам возможность понять также до сих пор загадочный факт обожествления живых людей, вождей, царей, императоров, апофеоз, апофеоз. Подумайте, интересно, восточный царь, благодаря его пышности и полной зависимости от него поданных, должен был вызывать в ней громадную отрицательную реакцию, сильную минус-гармонию, которая, как маленькую собачку, ввалила их, заставила простираться низ не только при виде царя, но и при упоминании его имени, ведь и на нас теперь действует еще именем закона. Была ли у них тут половая реакция, трудно сказать, но вагатония несомненно имелась, как имелась она и в страхе Божьем, и раз реакция чувства получалась аналогичной, то аналогичной должны были быть и названия. И только в двух пунктах египетский фараон отличается от настоящих богов, они носят эпитет Великий, а он довольствуется титром Благого, это по Зелинскому. Александр Македонский принят наследие египетских предшественников, принял и обожествление себя своими поданными сожрецами, храмами и жертвоприношениями, распространившись по свету с его преемниками, а затем воспринятая и римскими императорами, оно создало новый религиозный догмат, появление бога во плоти и пребывание его в ней, до его разрушения смертью. Это так же цитата из Зелинского религия эллинизма, страница 96-я. И сам император верил в свою божественность, верил в своего гения и требовал в себе поклонения, и в этом нет. Ничего удивительного, вера эта в сущности ничем не отличается от веры австралийцев в свой бумеранг, но так как все вокруг остается неизменным, а меняется только правитель, то последующая удача связывается с самим правителем, с его телом, которое становится условным раздражителем, плюс гармонии для своего народа и минус гармонии для других, и это превращает его в Бога, не только в глазах поданных, но и в своих собственных глазах. Это отношение дошло и до нас в виде счастливой звезды Наполеона или старого немецкого бога Вильгельма Второго, но эта вера в себя далеко не была только самообольщением, ведь достижение власти, состоящее из целого ряда побед и ощущение собственного превосходства представляет из себя чрезвычайно тонизирующий процесс, и поэтому способности человека, добивающегося власти, бывают значительно повышены, удобившегося же и не рискующего ее потерять, а необыкновенно быстро падают. История дает этому многочисленные примеры. И не из-за прихоти, а из-за самосохранения, из-за желания сохранить достигнутую степень плюс гармонию, делались государи великими завоевателями и реформаторами, но задаваясь отдаленными целями, они должны были стремиться всячески удалять из своей жизни всевозможные тормоза и восточный этикет, восточная проскинеза, падение низ, несомненно, служили не только для цели защиты монарха, о которых я говорил, но и для создания повелителю необходимой для него однородности обстановки. И, конечно, нет ничего удивительного, что эти восточные порядки прелестили Александра Македонского. Но этот страх, этот минус, гармонический рефлекс, конечно, не мог появиться у тех, кто знал Александра с его первых шагов, кто видел его возвышение, не мог появиться у его приближенных македонцев, и они, как и оставленный в Македонии наместник Антипатр, наотрез отказались признать высокомерные притязания своего повелителя. Опять это из книги Зелинского об эллинах. Неохотно пошла на это и остальная Греция, и большой иронией звучит слова Спарты. Если Александр хочет быть Богом, да будет он Богом. Но они остались посильны, у македонян же, как видно, это даже вызывало наступательную агрессивную реакцию, и, может быть, именно в этом должны мы искать причину тех трагических ссор, которые в это время были у Александра с его лучшими друзьями. Описанное религиозное чувство должно было появиться и ко всем другим преемникам римских императоров проникнуть в христианство в виде отношения к власти и изречения. Есть же власть аще не от Бога, и дойти до наших дней в милостью Божию мы, Николай Второй, и вовсе не лицемерие могли быть слова об обожаемом монархе в устах старого дворянина и офицера и благоговейное целование его руки. Но человечество и своей частной жизни применяет описанную полезную реакцию минус гармонии, недаром ведь говорится «повинную голову и меч не сечет», то есть повинную голову и меч не сечет. Она применяет ее давно, но в христианстве она получила свое нравственное обоснование, еще более усиленное, если отнимут у тебя верхнюю одежду, а дай рубашку, стала служить для целей тонизации, стала добром и лишилась тормозящих влияний, которые вызывались мыслями других о проявленной слабости. Но на все это положительные стороны религии, которая пользуется, как мы видели, всеми методами тонизации, применяемыми людьми и вне ее. Но есть у нее и отрицательная сторона, это ее самоцель. Человек тонизируется не для лучшего достижения каких-либо разумом поставленных целей, атеронизируется ради самой тонизации, ради наслаждения, получаемое от нее. Однако и здесь она не представляет исключения. Ну, вот такая интереснейшая, я считаю, очень интереснейшая глава «Религия как условный рефлекс». На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение этой интереснейшей главы из работы врача Юрия Аркадьевича Васильева очерки «Физиологии Духа». Опыт объективной трактовки душевных явлений напечатано в Москве или издано не в Москве, прошу прощения, в книгоиздательстве «Сеятель» в Петрограде в 1923 году ничтожным тиражом в 3000 экземпляров. Вот так вот. На этом я, доктор Джордж Горбатов, прощаюсь с вами. По традиции сердечно благодарю всех своих слушателей, проявляющих интерес к моим чтениям и прощаюсь с вами. До следующего раза. До следующих чтений. Спасибо и до свидания. .